Никогда, слышите, никогда не покупайте варочную поверхность с такой панелью управления, иначе ваша жизнь превратится в ад. Существует множество панелей управления варочной поверхности. Абсолютное большинство людей, выбирая варочную поверхность, смотрит на ее цвет, ее размер, размер ее комфорок, подходят ли они для ее посуды, и они смотрят на качество стекла, на наличие инверторного управления в самом приборе. Но дальше все заканчивается, большинство людей думают, что это не важно, какое управление прибором. На самом деле это очень важно. Представьте, что вы покупаете автомобиль. У него классное мягкое заднее сидение, у него потрясающая аудиосистема, его дворники просто обалденно моют стекло. Но если вам неудобно сидеть за рулем, неудобно переключать передачи в установке... Джорджи, сейчас коробка передач останется на дороге. Не надо так дергать, она же стандартная. Стандартная? Знать бы, что это. Не водила лотус? Нет. Тогда пора начинать. Если вы стоите за 3 минуты и не понимаете, как ездить, у вас начинает болеть спина, то плюсов от этих минусов абсолютно никаких нет. Итак, сегодняшнее видео о том, как выбрать прибор с правильной панелью управления. 80, 70, 60, 50 лет назад все панели управления на рынке были примерно одинаковы. Это были системы тактового управления ручки, которые вы вращали и выбирали мощность. Как, собственно, в магнитоле, в обычном магнитофоне, либо это было в радиоприемнике, либо это было в электрической плите. Вы поворачивали ручку и выбирали мощность. Там ставил определенный терморегулятор, датчик, который определял, что температура, в общем-то, достигнута, либо биметаллическая пластинка а-ля в утюге, либо что-то более сложное, но технологически ничего не менялось. Вы вращали ручку и подбирали необходимую мощность. Данная технология, она довольно дорого стоит, ведь там есть контактная группа, которые со временем стираются, которые стоят дорого. И большинство производителей, в надежде на то, чтобы сэкономить, ну, пойдя навстречу потребителей, чтобы, в данном случае, сделать жизнь его удобней, чушь, конечно, абсолютная, прежде всего, чтобы сэкономить, стало создавать абсолютно новые системы управления, которые изменили нашу жизнь к лучшему или к худшему. И сегодня мы с вами поговорим, насколько к худшему изменилась наша с вами жизнь, и какую панель управления из современных стоит выбрать, а какую стоит избегать абсолютно напрочь. Пока я искал фотографии для того, чтобы выбрать и подобрать иллюстрации, чтобы было более понятно, о чем я говорю, какие панели управления существуют, зайдя на один известный маркетплейс, я обалдел, когда увидел, это минутка юмора, да, это не юмор, это реальность наша, это наше будущее, по сути своей. Это, конечно же, ресейл. Рынок забит ресейлом. Посмотрите сюда. Памперсы – ресейл. Мешки для пылесоса – ресейл. Вы могли себе представить такой год-два назад, что вам продаются бывшие в употреблении памперсы, либо мешки для пылесоса, которые кто-то разрезал, почистил, я уж не знаю. Ну, шутки шутками, но касаясь панели управления, это, в общем, на 100% верно. Дело в том, что время не щадить никого, и когда мы с вами говорим о современности, это прогресс. Прогресс всегда делает что-то дешевле, но не то, чтобы лучше. Ведь какие-то 60-е, 70-е, 80-е годы 20-го века грампластинки, бобины, кассеты, в общем, были нашим всем. Потом появляются CD-диски, потом появляется MP3, и выясняется, что оказывается, что найти нормальный формат записи практически невозможно. И весь современный цифровой звук заметно уступает звуку оригинальному. Оригинальному, который был когда-то, который действительно звучал и записывался без искажений, без оцифровки, без расшифровки в дальнейшем. И говоря о варочных поверхностях, мы с вами говорим об этом же самом, то есть по сути своей о том, с чем сталкивается современная плита. Итак, если мы с вами возьмем обычные электрические варочные поверхности, то в них самая удобная система управления, как и была и 50-70 лет назад, это система управления с помощью механических ручек. Когда вы поворачиваете ручку, вы изменяете контактную группу, выбираете одну из мощностей. 1, 2, 3, 5, 4, 8, 9 и так далее. В результате изменения ее прибор понимает, какой нужно достигнуть мощность. Он не может ее регулировать. Смотря на хейтеров, которые к прошлому видео написали безумное количество гадостей про меня, я продолжаю утверждать, что варочных поверхностей и духовок, вообще бытовых приборов, в которых можно регулировать мощность нагревательного элемента, нет. То, что кто-то нашел, что где-то есть машина времени или там вечный двигатель, в Википедии написано, как его сделать. Я тоже в 6 лет делал машину времени и тоже сделал вечный двигатель. Поверьте, их нет. В бытовых приборах такого не существует. То есть все приборы работают, по сути, тактово. Путем включения и выключения. Поэтому средняя температура на поверхности, варочной, либо в духовке, достигается именно путем включения и выключения. Ручка позволяет сделать это максимально быстро. Повернуть ручку с мощности 1 до мощности 6, 7, 8, 9, 2 можно моментально. Независимо от того, мокрые у вас руки, сухие у вас руки, любит вас сенсорик и не любит вас сенсорика, ребенок, вы взрослый, либо пожилой человек, система ручного управления, ручного поворота, ротации работает абсолютно всегда. Но она использует контактные группы. Контактные группы металлы становятся дороже. И, собственно, именно это становится двигателем с появлением сенсорики. Первые сенсорные приборы появляются в начале 90-х годов. В дальнейшем ситуация усугубляется. И фактически на данный момент времени, 2020-2023 год, сенсорные приборы остаются только в самой элитарной группе. То есть это не то, чтобы самая дешевая технология. Наоборот, на данный момент времени эти приборы продаются дороже, чем что бы то ни было. При достаточно скудном функционале с вас требуют заплатить больше денег за ручки. И это понятно. Ведь ручка требует денег, в отличие от сенсорики. Если вы хотите сделать самую дешевую и самую наименее уязвимую систему управления прибором, то какая из них имеет наивысший ресурс? Вопрос. Сенсорика. Сенсорика. О, я слышу, кто-то говорит сенсорика, да? Правильно, абсолютно верно, сенсорика. Там нечему ломаться. Вы прикоснулись пальцем, датчик сработал, либо как это было раньше, это датчик инфракрасный, либо современные, более поздние датчики эпохи начала 2000-х годов, им косные, суть нисколько не меняется. Сенсор срабатывает и срабатывает при прикосновении пальцев. Однако, в отличие от механики, сенсорика более инертна. Да, безусловно, вы можете выбрать разные системы сенсорики, но давайте поговорим о них более подробно. Самая известная сенсорика, которая появляется, в принципе, в 90-е годы и до сих пор является основной, в основной массе бюджетных варочных поверхностей, это система, получившая название Touch Control Plus Minus. То есть, у прибора есть 4 комфорки, 3 комфорки, 2 комфорки, абсолютно не имеют значения, и есть 2 сенсора, плюс и минус. Хорошо, когда они есть у каждой комфорки, хуже, когда у вас есть всего лишь один сенсор, плюс и минус, и вам сначала нужно выбрать комфорку, а потом уже с помощью плюса и минуса регулировать мощность. У приборов может быть 9, 15, либо 17 уровней мощности, чтобы домотать до максимальной, вам нужно либо долго жать на плюсик, либо нажимать на него 15, 17, либо 9 раз. То же самое касается уменьшения. Большинство производителей делают также шоткаты, то есть, если вы долго жмете на плюсик, то вы тут же попадаете на максимальную мощность, если вы долго жмете на минусик, попадаете на мощность среднюю, предположим. Но это все неинтуитивно и не очень удобно, потому что гораздо удобнее тут же выбрать шестую мощность, пятую, четвертую, третью, либо первую, ту, которая вам нужна. То же самое, что в газовых поверхностях современных, когда вы сначала включаете прибор на максимум, а потом регулируете минимум. Это не очень удобно, но зато это дешево. Это дешево, надежно для производителя и практично. Это безопасно для него с точки зрения каких-то исков и проблем, связанных с ремонтом дальнейших приборов. Так вот, система TouchControl Plus-Minus, когда у вас на приборе всего лишь два датчика плюс и минус, лучше избегать. Избегайте их, насколько это возможно. Лучше возьмите прибор с ручками. Лучше возьмите прибор без сенсорики, чем покупать прибор, который имеет систему TouchControl Plus-Minus, потому что это настолько неудобно, настолько, насколько это можно себе представить. Какой бы ни был классный телевизор, который вы купили, если вам неудобно управлять с пульта, если вам нужно нажать на шесть разных кнопок, чтобы выбрать нужный канал, вы просто проклянете все на свете, вы просто не будете его смотреть. Вы купите себе, например, какую-то там приставку, с помощью которой будете переключать каналы, вам это будет гораздо удобней. Но это в решении, а в той же самой варочной поверхности никакую приставку уже купить физически невозможно. Следующая система управления – это система, которая называется слайдерной системой, когда в приборе у вас присутствует возможность регулировки мощности либо по цифркам, либо с помощью слайдера. Эта система является наиболее удобной на рынке, но имеет еще один недостаток. Дело в том, что сначала вам нужно выбрать ту или иную комфорку. Вы выбираете комфорку номер 3 и затем с помощью слайдера выставляете мощность. Это удобно, но тем не менее это трудозатратно. Самой лучшей системой управления в варочных поверхностях является так называемый мультислайдер, когда у каждой комфорки, абсолютно у каждой, есть своя система слайдерного управления. Когда вы берете, прикасаетесь к цифрке 1, 2, 3, 5, 9, 17, 15 и тут же выбираете мощность. Это удобно, но большинство производителей не делает этого. Подобные приборы можно встретить буквально у двух-трех компаний на рынке. Поскольку это дорого, зачем тратить деньги? Ведь если покупатель не размышляет, он покупает и платит рублем, долларом, либо евро, он смотрит только на то, насколько красиво панель. Зачем делать дорогой слайдер? Ведь он в дальнейшем ничего не сделает. Он уже купил панель. Главное слава. Главное впихнуть ему что-то. И что будет дальше с покупателем, абсолютно никого не волнует. А покупатель, он как таракан, он либо привыкнет, либо подохнет. У него выбора нет. Поэтому если у вас есть возможность выбрать хороший мультислайдер, они в основном доступны у очень дорогих панелей немецкого производства, то в этом случае, безусловно, это ваш выбор. Если нет, то как минимум выбирайте слайдерную систему. Она есть у многих производителей, она стоит более дешево. Тачка на ТРО плюс-минус упускайте напрочь, забудьте об этом. В принципе, насколько это возможно. Самой лучшей системой управления является система ручная. Но ручки, они довольно дорогие, ручки современные, они менее надежные. Производители стали экономить на этом, на качестве материалов. И теперь современные ручки совершенно спокойно могут сломаться через 2-3 года, а не через 20-40 лет, как это происходило у приборов, которые были сделаны в течение 60-70-х годов. Вообще будущее не определено. Будущее вообще страшная вещь. Буквально пару дней назад я получил письмо из ПФР, пенсионного фонда, который сообщил мне, что если мне повезет, я доживу, он надеется, что так произойдет, до 65 лет, то я получу пенсию примерно 21 тысячу рублей. На 21 тысячу рублей в месяц я не смогу купить ни одну нормальную индукционную либо электрическую варочную поверхность. Поэтому будущее это не то, на что стоит рассчитывать. Живите сегодня, выбирайте лучшие приборы, самые надежные, с лучшим стеклом, с лучшей системой управления, с лучшей системой инвертованного контроля мощности. Если вам требуется помощь в подборе бутовой техники, пожалуйста, обращайтесь в описании этого видео. Ссылка на мой сайт, где можно заполнить анкету и получить всю исчерпывающую информацию о приборах, которые подойдут именно вам. Подписывайтесь на телеграм-канал, там тоже можно получать все уведомления о новых выходящих видео. Всем огромное спасибо, до будущих встреч, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok